Здравствуйте! В эфире программа «Азбукопотребители» с вами Мария Бодрова. Представьте такую ситуацию. Вы автовладелец, оплатили штраф ГИБДД, но вам приходит извещение от судебных приставов, что за вами числится долг. Почему такое могло случиться? Разберемся по буквам. Самарский городской межрайонный отдел судебных приставов по взысканию административных штрафов. Прием с участием представителей городской автоинспекции. У всех, кто пришел сюда с вопросом, схожие проблемы. Автолюбителю Марии Бушняк сегодня пришлось здесь сделать остановку по требованию. Она оплатила штраф, но судебные приставы вынесли постановление. И со счета девушки еще раз была списана эта же сумма. Нарушитель должен оплатить административный штраф в течение 60 дней со дня вступления в законную силу постановления. Соответственно, через 60 дней, плюс 10 дней, через 70 дней судебные приставы возбуждают исполнительское производство. Судебный пристав исполнителя возбуждает исполнительное производство. Постановление о возбуждении исполнительного производства направляется должнику и взыскателю. Потом пристав принимает меры принудительного исполнения в рамках производства. То есть выявляет имущество, на которое можно обратить взыскание, счета, какие можно проверить, есть ли на них денежные средства, ну и иные меры предусмотренные законами. Такие ситуации, к сожалению, не редкость. Они происходят потому, что деньги потерялись где-то на пути от банка, где автомобилист оплачивал квитанцию до федерального казначейства, где берет подтверждение об оплате штрафа ГИБДД. Но потерялось само подтверждение об оплате. Люди предъявляют квитанции об оплате, где неправильные или реквизиты, или неправильный уникальный идентификатор начисления, в результате чего платежи, соответственно, не попадают в нашу базу данных. И, соответственно, через 70 дней у нас возникает исполнительское производство. Штрафы можно оплатить в любом банке или платежном терминале, но все чаще происходят глупые ситуации, когда кассир неправильно заполняет платежные документы, и это не разовый случай, а почти 20% всех исчезнувших платежей. Для банков за подобные нарушения никакой ответственности не предусмотрено, но на деле оказывается, что нарушитель уверен, он чист перед ГИБДД, а его уже разыскивают приставы. Мы работаем преимущественно в электронном виде, используя взаимодействие с банками, кредитными организациями. То есть большинство производства оканчивается именно путем списания денежных средств расчетных счетов. Гражданин имеет право с момента вынесения постановления в течение 20 дней оплатить половину штрафа. Это то, что касается главы 12. Если он не успевает, то есть у него нет возможности, или он не успевает, то ему дается еще 60 дней на оплату штрафа. Добровольная. Сумма штрафа через два месяца удваивается. Неплатильщика могут даже отправить под арест на 15 суток или на принудительные работы. Еще неприятный момент. Должника могут не выпустить за границу, но у всех этих проблем есть решение. Приходите к нам, пристав выдает вам реквизиты для оплаты, вы оплачиваете с банками производства, оканчивается фактическим исполнением. Если человек оплатил данную сумму штрафа, он уже приходит непосредственно к судебному приставу, предъявляет данную квитанцию. И если судебный пристав, соответственно, списал со счета данную сумму, значит, все это выясняется, соответствующие документы предоставляются нам, и мы осуществляем возврат излишне уплаченных денежных средств через Главное управление МВД России по Самарской области. Чтобы помочь людям сориентироваться в таких ситуациях, судебные приставы и госавтоинспекции начали проводить еженедельные приемы. Они будут проходить каждый четверг с 3 часов дня до 6 часов вечера по адресу Арцебушевская, 13. Проблему Марии Бушняк сотрудники ведомства обещают разрешить в ближайшее время. Как я поняла, что чтобы попасть к одним сотрудникам, нужно поехать на одну улицу, чтобы попасть к другим сотрудникам, нужно вернуться сюда. Я думаю, что для многих людей это практично. Вернуть свои денежные средства можно, обратившись к судебным приставам с квитанции об оплате штрафа. Пристав отправит соответствующие документы в городскую автоинспекцию, после чего списанная сумма возвращается на счет платильщика в течение месяца. Узнать о своих долгах можно через Банк данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов. На этом у меня все. Увидимся в эфире и на официальном сайте телерадиокомпании «Губерния». Субтитры создавал DimaTorzok